Да, меня зовут Женя Поломарчук, я инженерный директор в компании GlobalLogic и я, собственно, отвечаю еще за направление DevOps в Кимском офисе. Вот, зачем мы здесь собрались? Как Влад уже сказал, мы делаем на самом деле очень много разных клевых проектов и последнее время DevOps направление, оно все более и более востребовано у наших заказчиков и мы на самом деле делаем очень много разных клевых штук силами DevOps на наших проектах. Что мы хотим вам показать во время этой демозоны, которая вот там вот находится снаружи. Мы, конечно же, не смогли представить все проекты, которые у нас есть. Мы постарались выбрать наиболее клевые и в то же время те, где есть открытые вакансии, чтобы вы могли походить, поспрашивать, посмотреть, кто что делает и, возможно, вам понравится и вы хотите присоединиться к этому проекту. Но я хочу добавить, как бы, on top of that, что у нас есть другие проекты, кроме тех, которые здесь есть. И если вдруг по какой-то причине вам не понравился ни один из них или у вас есть сомнения, что вы хотите с ним работать, это не значит, как бы, что нет ничего другого. Кроме этого, в качестве такого knowledge sharing мы сделаем несколько докладов от наших технических специалистов, у которых довольно широкий опыт работы с клаудом и с DevOps разными технологиями. Они поделятся тем, с чем они работали в последнее время. Надеюсь, это будет интересно. Вот. Если в течение этого времени у вас будут какие-то вопросы, вы не знаете, куда бежать, то ищите или меня, или кого-то, кто в черных или белых футболках. Они вам подскажут. Да, еще раз всем привет. Спасибо, что пришли сегодня на наши события. Меня зовут Владислав. И сегодня я попробую рассказать вам и раскрыть часть концепции, которую мы используем здесь как часть DevOps практики. У нас будут сегодня три доклада. Мы попытались их разбить на три части, да. И моя часть будет, в принципе, больше сфокусирована на девелопменте, да, то есть как девелопмент перекликается с DevOps, какие мы задачи конкретно решаем. Вот. И, наверное, как вы видите, да, 5C, то есть все, кто, большинство из вас, естественно, сталкивались с автоматизацией всех процессов, да. И для нас все-таки как вот 5.9, да, SLA 5.9, да, для нас 5C, в принципе, такой, как мод, а ключевой аспект, да, то есть мы хотим иметь все. Continuous integration, continuous testing, continuous delivery, deployment and operation, да, то есть полностью исключить человеческий фактор и полностью автоматизировать все процессы, которые нам нужны. Так, сейчас, ага. Это. Подожди, оно не щелкает. А, next. Да, еще раз говорю, меня зовут Владислав Курмас, я, у нас есть BMC Lab. Это ребята мне сделали мемчик во время одного из наших релизов очень жестоких, да, вот, когда меня просили очень много на выходных разворачивать environment. Как я говорил, я работаю в проекте BMC, у нас здесь большая лаба, большой заказчик BMC, я являюсь его частью. Первое, и, соответственно, я возьму, естественно, pain point, которые у нас есть на проекте, назовем его Project N, и, как, наверное, не знаю, 80-90% тех проектов, с которыми мы работаем, да, они вот такие вот, да, они legacy, они монолитные, чаще всего они были on-premise, у них очень долгая история. Наш проект, это он 20-летней давности, он действительно на рынке, но скажу вам, что там 80% из, там, топ-топ 500 компаний IT, да, используют продукт внутри своих, в своей инфраструктуре. Естественно, enterprise, и работаем мы в рынке, естественно, ITSM, IT Service Management. Вот это был продукт, который, с которым мы работаем. Ну, естественно, хотелки, что же мы хотим, да, микросервисы, все хотят микросервисы, да, on-demand, будем пилить большой legacy, да, high reliability, и, естественно, ключевой момент, который сталкивается, ну, все большие компании, это большая проблема, да, это real life cycle трехмесячный, потому что чаще всего это были какие-то годовые релизы, если вы посмотрите, там, знаете, 10-10-5 лет назад большие продукты, 2-1 версия в год, выкатили, поставили. Это, наверное, самый большой pain point, который у нас был. Хорошо. Ну, и, наверное, куда же без diamond solution? Эта цель, в принципе, недостижима, но она позволяет нам принимать решения, которые будут, как бы, aligner с тем, куда мы движемся, да. Вы, в принципе, все знаете, да, то есть задача, да. Любая, любая, any authorized person, yeah, should be able to deploy a great restore version on product stage in the environment in one click. This is magic number, да. На самом деле, этого все хотят. Это, еще раз говорю, это недостижимо, да, но это позволяет нам двигаться вот в этом нужно правильном направлении. Наверное, эту схему можно реализовать для каких-то новых проектов, но люди, которые с точки зрения бизнеса должны понимать и инвестировать очень много действительно в инфраструктуру. Ну, опять же, каждый из вас, я думаю, понимает, что за этим стоит, да, за этими небольшими фразами. И, на самом деле, все остальные мои примеры, да, они будут, вот, keep in mind, да, вот эту концепцию, потому что, в принципе, она основная для нас для того, чтобы попробовать решить все проблемы, которые я перед этим перечислил. Классическая схема, вот то, что у нас есть на проекте, да, там Jenkins, CenterCube, Jasmine, Azure, Prometheus, Nexus. Опять же, весь стек, это вы знаете, так, для того, чтобы освежить память. Очень интересная картинка. На самом деле, большинство квадратиков здесь, это просто роли, да, у вас могут быть Jenkins, у вас могут быть TeamCity, у вас могут быть там GitHub, GitLab, могут быть у вас даже Perforce и так далее на проекте. Но самое важное, что всем, кто попадает на новые проекты, да, мы всегда стараемся показать ее картинку, ну, потому что чаще всего у людей нет в голове общей концепции, да, и чаще всего менеджмент или девелопер, они не понимают, что же происходит. Ну, наверное, с точки зрения DevOps, самая ключевая вещь все-таки это вот это вот, да, вот pull request. Потому что вот здесь вот, да, человеческий фактор, люди, митинги, скрамы и все остальное. А вот начиная отсюда, вот это все можно легко автоматизировать, ну, легко, условно легко, да. Но, как минимум, здесь индустрия находится на таком уровне, да, когда все доступные инструменты, они присутствуют. Ну, пройдемся быстренько по ключевым актерам здесь, да. GitHub, GitLab, Git, ну, Git как стандарт де-факто, да, на рынке. У нас используется Jenkins, еще раз говорю, у вас может быть что-то другое, любая система автоматизации. Ключевой момент, да, Selenium, если вы работаете или оптимизируете continuous testing, да, то, и у вас Java-based это у вас проекты, то он будет, в принципе, у вас must. Про SonarCube мы отдельно поговорим, must на проектах. Да, и самое важное, как я говорил, мы обязательно пытаемся разделять, да, то есть, например, мы не храним артефакты на Jenkins, да, потому что мы, у нас есть специальный storage, например, Regist, Synopy или Sonotype. Ну, третий Nexus вообще отлично, он позволяет хранить вам все, там, да, и Docker, и имиджи, и Java-овские, и NPM-овские пэкаджи. Оргистрация тоже на разных проектах по-разному, Kubernetes, Varm, ChiefPuppet, Bash, скрипты, что нравится, да. Главное, видите, что эти вещи, они отделимы, да, их можно отдавать отдельным командам, да, строить между ними интерфейсы. Деплоймент самый, наверное, тяжелый, я расскажу, почему. Почему у нас достаточно сложная структура с точки зрения количества акторов, которые мы разворачиваем, и, как я еще говорю, они монолитные, они очень, конечно, старые. Вот, ну, и, соответственно, говорю, классические вещи, бэкап, мониторинг и так далее. Но главное еще, она показывает, и чаще всего дает хорошую картинку, понимание, почему это нужно делать, зачем это мы делаем, и чаще всего используем на наших митингах, когда вводим новый человек или кому-то что-то показываем. Наверное, первый пункт, да, Continuous Integration. Проблема на нашем проекте, да, множество распределенных команд. Если у вас одна команда, две команды, это хорошо, поверьте, что там сложность возрастает экспоненциально, даже не, ну, не как там КАТХ, да, именно экспоненциально. У нас очень много команд. И, как я говорил, у нас 15 микросервисов, и каждый хранится в отдельном репозитории. Опять же говорю, экспоненциальная сложность, если у вас один репозиторий, там два, это все хорошо. Как только вы начинаете делать их множество, появляются submodule, появляются sub3, появляются проблемы с branching, naming convention и всем остальным, да. Это наша реальность, и мы, соответственно, попытались ее в том или ином виде, там, ну, улучшить, да, для нас. Но еще раз говорю, ключевые вещи, это вот такие наши pain points, да. Ну, первое, это релиз модул, да, как мы используем релиз модул. Смотрите, ну, думаю, все вы там successful giz branching model вы читали, да. На основании, наверное, критики появился сам по себе github, который предоставил вот эту pull request модель. Вот. Что же у нас? Смотрите, опять же, помятуя, мы хотим разворачивать систему в один клик. Как это проецируется на релиз модул, да, мы хотим любой последний коммент разворачивать на production, иметь возможность, да. Это вот магическая кнопка, вот это мы хотим, да. Еще раз говорю, скорее всего, это недостижимо, но мы хотим, мы хотим, чтобы любой коммент в нашем мастер-бранче можно было развернуть на production. Если есть с ним какие-то проблемы, система должна останавливать автоматически максимальное количество автоматических систем. Это вот как раз вот пример того, что мы используем. Представьте, у вас есть мастер-бранч, вот видите, у нас там версия 18.2. Как я говорил, у нас трехмесячный цикл выпуска, вот последняя версия. И, соответственно, вот девелопер туда билдят, мы с этого мастер-бранча все билдим, разворачиваем, падают билды, это окей, нотификации приходят, параллельно ребята смотрят, что же происходит, фиксят и так далее. То есть здесь максимально нужно расправливать весь процесс. Что происходит, когда мы начинаем что-то релизировать, да, в данном случае версия 18.2. Вот мы релизировали 18.2, еще раз говорю, так как мы не можем гарантировать, что у нас каждый коммит, последний, да, он стабильный, мы приходим в фазу код-фриз и, соответственно, мы создаем, видите, бранч 18.2 не в самом начале, а когда мы хотим фризиться. Соответственно, вот здесь вот у нас уменьшается количество людей, которые могут пул-реквесты применять, там они лимитируются, капр-реквесты приходят. То есть мы как бы постараемся уменьшить количество коммитов, которые могут быть. И тут очень сильно много работают тестеры. Ну и понятно, что могут быть всякие фиксы, соответственно, вот они сюда подфиксиваются, подфиксываются в этот бранч. В этот момент времени, да, мы говорим, что окей, релиз у нас готов. Вот, да, 18.2, и он уходит на продакшн. Первая красненькая стрелочка, да, то есть смотрите, иногда фиксы, которые здесь, могут быть конкретными прикрутками, да, и уже как в этом случае, тем лид, девелопер, продукт он решает, нужно ли их подмердживать в мастер-бранч, чтобы они попали, видите, в следующий релиз, 18.5. Вопрос. Самый интересный момент, да, когда у вас что-то происходит на продакшне. Вот версия 18.2 у нас на продакшне, и приходит эскалация от кастомера. Ребята, что-то плохо работает. Соответственно, в мастер мы не можем ничего не коммитить, там уже версия 18.5, там делать нельзя ничего делать. Соответственно, мы создаем новую ветку 18.2.1, да, фикс, и, соответственно, пытаемся в ней пофиксить то, что есть на продакшне. Опять же, схема очень аналогичная, то есть если это можно замерджить в мастер-бранч, окей, мы замердживаем. Нет, нет. Ну и самое важное, что вот эта вот, эта схема, да, она в принципе живет, не знаю, там 10-15% времени жизненного отсылка, да, трехмесячного, да, и, соответственно, мы благополучно ее потом удаляем, теги делаем, соответственно, да, удаляем, и опять возвращаемся вот к этой схеме. То есть самое главное для нас, еще раз, достигнуть этой точки, да, любой коммит, последний коммит в мастер-бранч разворачивается в один клик на продакшн. Да, и, ну, это по статистике, да, соответственно, чаще всего 90% времени ресурсов тестеров, разработчиков, они находятся в мастер-бранче, да, они вот, вот, например, мы сейчас релизили 18-18-5, да, и, соответственно, какой-то времени сделали коды фриз, и у нас ребята пошли 90% ресурсов, пошли 18-8 уже делать, да, часть команды ушла, начали работать над коды фризом. Continuous testing, ключевой момент. Если у вас на проектах разработчики не хотят тест-driven development использовать, это плохо, заставляете их это делать, да, а заставлять вы можете только интеграции новых тулзов, которые позволяют, буду постарать их останавливать от того, чтобы писать нетестируемый код. Значит, какие же у нас есть проблемы? Как я говорил, да, микросервисная архитектура, и у нас, скажем так, атомарный наш микросервис, он достаточно сложный, он состоит из двух частей, из Java, ну, и Angular, первый Angular, сейчас мы на второй переходим, да, то есть это не просто там какой-то NPM package, или просто, не знаю, там, bundle, он достаточно сложный. И за счет этого у нас достаточно сложная инструментализация, то есть когда вы запускаете интеграционные тесты, да, вам необходимо, проще говоря, там, начало, конец функции вставить специальные вызовы для того, чтобы коды coverage потестировать уже фактически там на staging или на некотором UAT. И это достаточно сложно, да. Значит, соответственно, первое, что мы делаем для того, чтобы тестирование максимально, применять на максимально ранних этапах, да, помимо всего. Ну, все вы знаете, да, что есть, там, не знаю, условно, branch-based and fork-based схема разработки с использованием GTA, поэтому, в принципе, мы используем fork-based, я объясню, почему, да. То есть у вас здесь всегда есть мастер-репозиторий, каждый из девелоперов делает по отдельному форку, клонирует, естественно, с форков и делает вот такой вот для того, чтобы забирать с обстрима данные. Опять же, еще раз говорю, эта схема не лучше, не хуже схемы с одним репозиторием. Любая система контроля версии, ну, требует решить две задачи, да. Это позволять работать множеству разработчиков одновременно и поддерживать множество версий одновременно, да, ну, например, в ваших бранчах. Поэтому тайная схема позволяет это делать. Мы применяем ее, потому что, я объясню вам, почему, что мы хотим инфорсить проверки как можно чаще. И самая важная здесь интересная вещь, да, мы знаем, что Git-Git система распределенная, контроля версии, да, поэтому количество обстримов у вас будет бесконечно. То есть девелопера может легко забирать код, который есть у другого девелопера, да, забирать pull-requests, которые не замерджены, а находятся здесь и так далее. То есть, да, это немного усложняет, это заставляет разработчиков, ну, почитать больше, чем первые четыре главы Gitbook, да, то есть чуть-чуть больше, вот. Но бенефиты для нас, вот, они показали, вот, из тех проблем, которые я рассказал, показали свою адекватность, да, корректность. Ну, и здесь очень просто, как я говорил, плюс, это позволяет нам быть aligns с тем, что я показал в самом начале, минимальное количество бранчей, то есть релиз бранчей здесь очень мало, чаще всего это один мастер и несколько кодов фриз бранчей, которые у нас есть. Дальше. Самое важное, что это не запрещает создание бранчей дополнительных здесь, 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 и девелоперы волен называть их как угодно, то есть здесь мы как раз не enforcing вот этот naming convention, который, наверное, каждый из вас знает, да, как назвать бранч, как назвать бранчи, которые необходимы, билди на континуус, как нет, приходят новые люди, все меняется, все забывают и так далее. Мы от этого, мы просто этим не занимаемся, да. Дальше, да, очень важный момент, pull request, да, делаются между, не между бранчами внутри мастер бранча, да, а между отдельными форками и бранчами. То есть идея какая? Код попадает в наш мастер бранч только после кода ревью, да, то есть вот это enforcement, и он очень важен, да, то есть вне зависимости, что там сделал разработчик здесь, да, код этот появится только когда его корректно проревьюят, да, вот. Вот эти вот, видите, это первые красненькие кружочки, это enforcement, то есть они останавливают, останавливают разработчика от коммита вот в мастер репозиторий. И опять же, да, и очень важно для нас Jenkins, дальше мы покажу эту схему, да, то есть Jenkins билдится вот с этих трех точек, да, то есть здесь мы билдим pull request, да, запускаем там статус-чеки, все это проверяем, я забыл, да, у нас GitHub Enterprise, опять же, с GitLab вам будет то же самое, если у вас GitLab, поэтому здесь при принципиальных нет отличий в интеграции. Но самый главный момент, что, да, Jenkins у нас билдит все pull request, то есть pull request здесь и здесь push-build. Сейчас ключевой здесь момент, да, мы просто останавливаем здесь разработчик, мы здесь навешиваем огромное количество проверок. Вот сейчас у нас, естественно, просто билдим pull request, потом, соответственно, мы запускаем мини-тесты, проверяем, да, потом мы запускаем статик-код-анализы с помощью SonarCube, да, и все вот это, вот если так все это прошло, только тогда вообще человек, который ревьюет код, получит нотификацию, да, то есть до этого все проверки должны пройти здесь. И сейчас мы, естественно, в проекте добавляем набор sanity-тестов, да, которые будут, ну, это подмножество интеграционных тестов, мы хотим просто, чтобы еще pull request и прогонялся напротив условного продакшна, да, для того, чтобы мы уже и функциональные тесты проверяли. Это как бы следующий шаг, вот очень важно, чтобы commit не ломал существующую функциональность. Да, ну, я говорил там, да, тут два главных ремоута. Минус этой схемы, я сейчас повторюсь, это требование и к разработчикам, вообще ко всем людям, участвующим в процессе работы с Git-ом. Это, в принципе, высший пилотаж, мы, скорее всего, еще не ввели его, да, мы работаем над этим, это очень сложно, да, это user-story isolation. Вот еще раз, мы хотим, чтобы commit, последний commit в мастер-бранче был всегда рабочий, да, и для этого мы как раз хотим, чтобы код до того, как он попадет в мастер-бранч, вот сюда вот, да, максимально был проверен, да. Помните, была, я показал вам схему мастер-бранч, pull-request, и добавляется еще один актор, да. Мы, каждый форк, он может выступать как источник какой-то одной из версий. Ну, я вам расскажу, смотрите, вот, например, там, да, developer 1, например, team lead, да, он становится owner-story, там, 1, 2, 3, да, вот. Он, соответственно, создает бранч 1, 2, 3, да, и самое важное потом, он инициирует процесс сборки билдов со своего форка, да, то есть не только, то есть мы фактически можем сейчас в нашей системе из любого репозиторий, который находится на GitHub, ну, нашем GitHub Enterprise, да, делать сборки. Он ни один, ни централизованный, ни несколько репозиторий. Мы оттуда всех собираем. Вот, да, соответственно, Jenkins, и у нас есть QA Environment, то есть мы, соответственно, как параметр это Jenkins' Джоба у нас выступает имя кластера, да, куда необходимо все это разворачивать. Опять же, это делается все параллельно. Самое важное, что, как я говорил, и это плюс от GitHub, например, разработчик 2 может помочь разработчику 1 работать, когда у нас достаточно комплексная задача, видите, у него тоже есть бранч 1, 2, 3. То есть в этой схеме, видите, они становятся, начинают использовать форк одного из разработчиков, как мастер-сервер, да, они здесь работают, у них получают такой мини-девелопмент процесс. Еще ключевой момент, да, этого никто не видит в мастер-бранче. Еще раз, мы не хотели видеть код в данном случае, до тех пор, пока, видите, он продукт-оунером не был принят. Что у нас чаще всего мы имеем, да, все коммитят куда ни попадя, и потом мы все это разгребаем. Еще раз, Reducer-Sore-Isolation, так я говорил, если с Git'ом это один уровень сложности, тут, наверное, все-таки на порядок еще сложнее. Тут и QA Team, и продукт-оунер, девелоперы, девопсы должны все понимать, зачем мы это делаем, какие будут здесь бенефиты, да. Еще раз, бенефит один. Последний коммит разворачивается по одной кнопке, кнопки на мастер-бранче. Говорил уже, SonarCube must. Вы, как девопсы, да, на своих проектах просто внедряйте его в любом случае. Вот просто приходите и внедряйте. Мы используем SonarCube, open-source бесплатный. У кого C++ проекты будут сложнее, потому что там платная версия. Java, TypeScript, все бесплатно. Все статик-коды анализа, рулы, они бесплатные. C++ проблема, да, там что-то, будем, 7 тысяч долларов стоит лицензия. Вот. Это как раз вы видите, я сделал такой снапшотик с того, что сейчас у нас есть, и расскажу, что мы делаем. Ну, у SonarCube два ключевых момента, да. Первое — это система, которая позволяет забирать code recovery, и вводить их в виде дашборда. Это хорошо. Но для нас самая мощная вещь — это, естественно, статик-кода-анализа, то есть на основании внутренних рулов, которые есть для каждого из языков, SonarCube позволяет нам прогонять pull request. То есть очень просто. Кто-то написал public member в Java, например, там, да, SonarCube прогнёт сказать, не делай так, да. Кто-то напишет слово паспорт, он его остановит. Кто-то возьмёт и в секции try-accept не залогирует ничего, в SonarCube ему отпишет. То есть там огромное количество правил, мы сейчас используем три сотни правил. Ну вот у нас план на этот релиз добавить ещё 700, то есть порядка тысячи правил, да. Опять же, всё это ведёт к тому, что мы должны останавливать код, проверять его максимально близко к точке возникновения проблемы. Точка проблемы — это, естественно, commit, да, commit или pull request. Вот. И, ну вот, какие у нас проблемы есть, да, вот посмотрите, да. Code coverage у нас не у всех проектов, но мы хотим, чтобы было как минимум 80%. Quality gate точно так же. У большинства проектов они валятся, да. У нас была идея останавливать даже pull request, когда валятся quality gate, ну, там начался этот, как его, бунт на корабле, и мы пока просто отсылаем нотификации, ребята, посмотрите, пожалуйста. Ну, опять же, quality gate — это набор правил, да, например, коды coverage, например, не должен быть меньше тоже 80% для нового кода, да. Что любят делать разработчики? Писать код, а потом покрывать юнитестами. Ну, так-так нельзя. Поэтому мы как раз хотим их останавливать, да, чтобы они, каждый новый код точно так же был покрыт на 80% юнитестами, как и весь существующий код. И вот видите, вот такие вот интересные вещи, как дубликация кода, да, то есть Ctrl-C, Ctrl-V, да, вы понимаете, да, что такое, когда разработчики копируют внутри код, потом он просто неподдерживаемый, да, он как бы уволился, ушел на работу в другую компанию, а потом кому-то это все поддерживать. Потому что, поймите, вот это вот ключевые вещи, это вот первый такой звоночек на рефакторинг кода, там, эскалация к менеджменту для того, чтобы ребята посмотрели. 50% кода — это Ctrl-V, ну, copy-paste. Так нельзя делать. Окей, да. Continuous delivery in deployment. У нас, как я уже вам показывал, мы, в принципе, в Dockerized, да, как я говорил, мы ушли с on-premise на on-demand. Значит, что у нас, как я говорил, да, у нас, я уже вам показывал, оно отражено было в release model, да, у нас нужно поддерживать три ветки — production, code, freeze и development. Еще раз, в нашем случае это сложно. У нас 15 микроядер, да, у нас очень много разных разработчиков. Ну и, в принципе, очень тяжелый тест environment. нужно поднимать очень много докер-имеджей, соответственно, все это связывать, поднимать сетки, ну, достаточно сложно. Хотя, опять же, это все автоматизируется инструментарием, который у нас сейчас есть. Но для нас главный челлендж — это мы уходим, да, от монолитной структуры к некоторой микроядерной структуре. Вот. И, наверное, некоторая summary, которая есть как часть нашего процесса, да, она просто показывает. Но еще главный элемент — fork-based, да, то есть мы останавливаем людей максимально, когда они код этот создают. Мы можем билдить любую версию с каждого из форков. Человек захочет, а он билдит, он работает над какой-то story. Мы точно так же останавливаем и проверяем все pull-requests на огромное количество проверок. Когда что-то попадает в мастер, да, мы, естественно, тоже с билдим мастер, потому что причина, например, того, что упал мастер, может быть, не только в коде, да, что-то поменялось вне. У нас раз в три месяца кто-то что-то поменял в каком-то npm package, у нас валятся все мастер-билды, все. Кто-то поменял какую-то версию там какой-то библиотеки, да, не проверил на совместимость, у нас все отвалилось. То есть код здесь у нас, здесь все красиво прошло, все тесты прошли, а мастер-билды валятся, потому что кто-то извне обменил, кто-то извне что-то поменял, а ребята здесь там условно там package lock не сделали и npm package обновились. И тем самым, то есть здесь потенциально мастер-билдь тоже может упасть. Почему здесь только докер? Опять же, количество следующего уровня абстракции, там, да, там, кубернета, swift, openshift, сварм, их огромное количество, но в принципе мы стараемся все делать минималистично, да, для того, чтобы даже просто используя просто экосистему докер, вы могли их легко это развернуть. Да, чаще всего это там какие-то shell скрипты, возможно какие-то там step-by-step манулы, вот. Ну, например, почти мы вам говорим, например, у нас до этого момента мы используем кубернетес, да, сейчас пришла команда, мы таки в openshift смещаемся, да. Но главное, что как бы все наши скрипты, которые мы делали для докера и все, что мы проинтегрировали в докер, как часть нашей экосистемы, она останется работать. То есть для нас-то такая достаточно стабильная, стабильная часть. Continuous separation, здесь все просто. У нас за это отвечает отдельная команда. Почему так? Для больших, для больших enterprise компаний чаще всего operation, да, он вообще отдельный отдел. Например, когда нам нужно там доступ к продакшену, у нас нет прямого доступа по сети, у нас делаются джамп сервера, да, то есть вы заходите в джамп сервер и потом через него заходите. То есть физические сетки отделены. Это связано с тем, что еще очень как бы там топ заказчики, да, там отдельная команда и, соответственно, нам просто то они дают доступ физически и все развертывание происходит автоматически. С нашей стороны, как я говорил, очень важно, чтобы наш deployment, delivery процесс, да, был максимально качественным, да, чтобы они уже deployment и operation производили тоже эффективно, да, то есть все дакеризировано, все красиво именовано, все красиво лежит в Nexus, да, они туда забирают и разворачивают то системы, которые они хотят. Kubernetes, окей, OpenShift, окей, да, но с нашей стороны это очень важно. И, наверное, еще один ключевой момент это multi-tenancy. Если у кого на проектах есть multi-tenancy, знаешь, это огромнейшая боль, да, у нас в multi-tenancy реализована механизм, когда для каждого тенанта отдельная схема баз данных, да, это еще, то есть получается у вас там, представьте, у вас там 15 заказчика, это означает, что у вас будет 15 баз данных, то есть каждый отдельно и, соответственно, правда, достаточно сложный multi-tenancy. Ну, за счет этого всего у нас очень много таких вот специфических вещей, там, с апгрейдом, это отдельный, отдельный pain point, вот, но, опять же, это как бы для нас такие челленджи, для того, чтобы мы наш процесс максимально эффективно сделали и для operation команды приготовили все достаточно эффективно и качественно. Да, наверное, очень быстро, если какие-то есть вопросы, мы можем обсудить. У меня есть вопрос, как вы видите change law в master? Change law в master, master branch, ну, developer закончил story 1.23 на твоем экране, делал pull request, оно сможет раз, у вас вот то, что вот эта story попадает в... Да, это тоже один из вопросов, смотри, у нас для менеджмента проекта используется jira, то есть мы не используем еще, ну, у нас jira, поэтому у нас все story менеджменты менеджменты в jira. Да, у нас есть epic, story, техники латаски, да, то есть, ну, это минус, да, у нас как бы хоть и есть GitHub Enterprise, но все вот ищутся, которые есть в препозиттории, они пустые, потому что у нас весь менеджмент, ну, это такая, ну, это подход, да, на самом деле мы пытались проинтегрировать jira с git, например, когда вы там pull request закрываете, там, да, он берет там имя story, например, там, да, и закрывает ее, да, но как-то оно заглохло, да, поэтому как бы за счет того, что у нас много есть там QA специалистов, и им проще работать в jira, да, и, соответственно, весь процесс и менеджменту проще там дэшборды красиво рисовать, поэтому они не, еще, git, как система контроля версии, да, то есть проект мы там не ведем, это такая специфика нашего проекта. Да. Частоту комментов? Смотри, у нас, мы как раз этого не хотим, да, мы хотим максимально делать статус-чеки, да, то есть когда полуроковые заходят, да, мы запускаем статус-чеки, да, мы запускаем билл, мы запускаем сонаркуб, мы сейчас будем запускать сонетитик, то есть ты можешь коммитить хоть 15 раз в день, если это все красиво и проходит, да. Если 15 раз в день, это доброе, а что там месяц? Ну, смотри, да, это классно, значит, у нас есть такой один проект, называется Chatbot, это интеграция с когнитив сервисом IBM Watson, и вот там вот ребята любят по три месяца сидеть, а потом мерджить и бегать, кричать, у меня все поломалось, да, вот, но пока, я говорю, это как бы не стало большой проблемой, да, мы работаем персонально с этим, даже одним разработчиком, который это делает, а в общем случае достаточно часто и коммиты, то есть все прекрасно понимают, что нужно постоянно сабстрима подмерживаться, да, в актуальности езжать свой код, то есть, ну, у нас, наверное, общая, ну, смотри, у нас команда 25 именно разработчиков, где-то 25, да, и так мне приходят все нотификации по логу, да, где-то 15 коммитов идет, вот, 15 микроядер, где-то, 18-19 микроядер, да, где-то пайка 15-20 коммитов в день идут, заходят, то есть я их вижу, да, вот, ребят, ну, смотри, идея какая, опять же, мы вот эти вот коммит, который там поменял топ с 15 на 20, например, там, да, в CSS, ну, я не считаю, такие коммиты бывают, обычно там джуниор-разработчики приходят и любят такое делать, чаще всего это такие большие коммиты, которые требуют код-ревью, потому что у нас вот для каждого из микроядер, даже для целых вот подсистем, есть человек, который потратил на 550% времени на код-ревью, он приходит, это там тим-лид, он четко садится и вот он полдня он ревью и все эти коды, код-ревью, тем самым он как раз с такими разработчиками и общается, то есть что же ты 3 месяца делал в каком-то отдельном бранче и основная проблема что потом всегда идет в мерч-конфликтах, да, когда он начинает забирать, уже все поменяли и он прибегает, давайте что-то мерджится, да, уже код уже ушел достаточно далеко. Ну, тут пока, ну, на такие будут проблемы, то это будет персонально пока общаться. Никаких там пока инфорсментов автоматических не хотим делать и они нам не нужны пока еще. У меня еще вопрос, а как лучше организовать нагрузочное тестирование в этой схеме? Смотри, да, я покажу, давай сейчас я вернусь к этой схемке. Да, смотри, то есть вот как раз видишь, вот нагрузочное, да, вот мы делаем вот здесь вот, вот он, QA, ну, либо, окей, там, UIT staging, ну, неважно, на одном из environment, да, соответственно, сонаркуб у нас здесь. То есть фактически у нас есть часть automation тестов, да, часть набора этого, которую мы запускаем точно так же, как, или, или часть nightly build, или отдельная, джор, тут непринципиально, да. Смотри, главный очень важный момент любого нагрузочного тестирования, важный вид еще так же коды coverage, потому что ты можешь нагрузить, но реально ты потестируешь пять процентов кода, которые на бэкэнде есть, ты можешь показать отличные циферки, но они не будут совершенно некорректны на продакшене. Вот самая большая проблема у нас здесь, да, то есть там подключить любую, любую, там, любую тулу, в принципе, не проблема. Дело там, начинаешь там долбить, дедосить там свой, свой проект, но самое главное, чтобы потом здесь вот протестировать, какое количество приложений ты протестировал. А микросервисное это еще сложнее, да, то есть вот эти вот Relation, они выносятся из монолита, они выносятся на верхний уровень, и здесь, ну, это как бы с точки зрения DevOps, DevOps может просто помочь, оптимально это сделать. Основная нагрузка там, там, морально-эмоционально приходит на QA, потому что им необходимо построить, правильно писать, юзкейсы, да, какие-то материалы подготовить, да, те же самые тест-кейсы, как это запускать, как часто это запускать и так далее. Ну, тут только вместе нужно разработать, да, даже с разработчиками, потому что они тоже должны помочь интеграции инструментариев для кода каверича. Ну, что, ключевой код каверич здесь для нас. Классный вопрос, я, опять же, возвращаюсь, у нас же монолит на лего-си-система, да, ты понимаешь, что там было с логами, там было страшное с логами. Елка, кластер, что происходит с ним, это сейчас, ну, может, не самое эффективное решение, но оно сейчас есть, может, он будет временно, то есть у нас, получается, с каждым инстансом нашего кластера, да, поднимается отдельный Елка, да, и тем самым сейчас мы потихоньку наши все микрояды переводим, чтобы они туда вписывали, ну, то есть или в них стягивали, или напрямую записывали, там, без разницы, но у нас одна проблема, не поднять Елка, не поднять, а найти все места в коде, которые кто-то 15 лет назад куда-то вписал в пайл. У нас, если там зайти в наш рут нашего проекта, то есть папочка DB, где лежат логи, есть папочка в Тенантах, где лежат логи, то есть они, именования тоже различны, то есть, ну, самый большой челлендж здесь, то есть я еще говорю, инструментарий готов, ты поднимаешь Елка, то есть через докеры ты поднял, все красиво, да, вот, проблема разработчикам, ну, то есть это огромный технический долг, почему, да, у нас на проекте он колоссальный, да, и, соответственно, вернуть его, основная проблема для логирования. да, 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 то есть, как я еще говорил, оно как бы у нас находится на уровне operation, мы не очень знаем, мы знаем, как бы кто-то, какие там акторы, там, да, как он реализован, мы не знаем, но в принципе да, смотри, у нас тоже есть, даже специфика, смотри, продукт достаточно толстый, жирный, его попытаются сделать, как бы, ну, там, с системой, да, но все равно есть ограничения, и у нас, как получается, у нас каждый кластер, это, например, там, только 50 тенантов, да, это не единственное, у нас, например, первый заказчик появляется, да, ему полностью разворачивается новый кластер, и скорее всего, да, я думаю, что ему чуть ли не там физическая посетка выделяется, чтобы вот это вот уменьшить взаимосвязь между кластерами, то есть фактически физически поднимается, и полностью вся инфраструктура разворачивается, ну, это специфика проекта, да, у разных проектов она разная.